Пришло в голову соединить григорианский хорал с эмбиент попом. Так родился проект Григориен. Вначале суровые мужчины в средневековых монашеских капюшонах перепели весь средневековый репертуар. Потом взялись при помощи напевов, введенных в VI веке папой римским Григорием Великим, исполнять рок-хиты. Новую программу под названием «Тёмная сторона» григорианцы сначала записали в студии, а потом повезли по Европе. Московский концерт группы Григориен завершает это турне. Репортаж Елены Казанцевой из Государственного Кремлевского дворца. Момент инициации певцов-монахи – это действительно момент. В лучшем случае – пара минут, и готово. И вот они, лишь четверо из 12, рассказывают о том, что на самом деле они никто. Без своего продюсера, а первоначально продавца супермаркета Франка Петерсона. Два недели до этого, когда мы были настоящими монстрами. Правда, Петерсон в Москву не приехал, визу не успел сделать. Автографы с конвейерной бесперебойностью раздавали его подопечным. Впрочем, григорианцы запаслись не только фломастерами для раздачи автографов, но и полным набором звука и света. Все свое они возят с собой, потому что далеко не в каждом городе есть необходимое для их шоу оборудование. А без него унесенные мужские голоса в электронном аккомпанементе просто не зазвучат. Мировые рок и поп-хиты, спетые в стилистике средневековых песнопений. Удовольствие на любителя. Но пока ни один из авторов китов недовольства не высказал. Инициация рока прошлого века в архаику 21-го состоялась. Правда, чуть дольше, чем за один момент. Елена Казанцева, Илья Фомин, Служба новостей, телеканал Культура.